Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов и мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. В прошлый раз мы поговорили о средневековых университетах и в этот раз, как логическое продолжение, будет разговор о науке средних веков. Но, конечно, стоит оговориться, что наука тогда не была наукой в нашем нынешнем понимании этого слова. Это была натурфилософия. В принципе, натурфилософия — это такая комбинация научного и философского знания, которое имеет свою целью создать некоторую целостную картину мира. И это было типично как для античности, так и для средних веков. Основным источником по этой части, по этому выпуску для меня, является книга «Жак Олегов о рождении Европы». Вообще, средневековье, конечно, наследовало античную традицию, натурфилософскую. Это наиболее ощетливо появилось в темные века, как вы уже знаете из этого цикла. Темные века были далеко не столь темными, как многие себе представляют. Вот, например, Иссидор Сивильский, который жил в конце 6-го, начале 7-го века в королевстве Визготов в Испании. Работал именно в русле античной натурфилософской традиции. Его труд этимологии был своего рода энциклопедией. Продолжал римские традиции, потому что время стиль энциклопедии был достаточно сильно распространен. Интересно также, что Иссидор берет концепцию «Семи свободных искусств» Марцана Капеллы, о которой мы говорили в прошлом выпуске. И вот первые три тома этимологии как раз посвящены свободным искусствам. Более примечательной книгой у Иссидора Сивильского является «Трактат о природе вещей», который как раз дает такую целостную картину мира, как ее видел автор. И она более всего восходит к Платону. Но Иссидор также, очевидно, был хорошо знаком с работами Аристотеля, потому что описания природы и части мира повторяют метеорологию Аристотеля. В VII веке в Англии жил Беда Достопочтен, который также написал трактат, называющийся «О природе вещей». И вот именно эта работа оказала очень большое влияние на ту философию средних веков. Интересно, что Беда писал о том, что Земля имеет шарообразную форму, и доказательства этого у него восходят также к системе Аристотеля. С другой стороны, Беда, как и Иссидор Сибильский, были ортодоксальными христианами. Отсюда следует, что они выводили картину мира, вернее, даже не выводили, они вписывали картину мира в рамки догматических установлений Вселенских соборов. И вот труды Беды на континент привез из Англии Алквин, и благодаря ему они широко распространились в Каролинкскую эпоху по всей Европе. В конце VIII и начале IX века был рассвет Каролинкского возрождения. Мы о нем подробно говорили в выпуске номер 10. Вот один из людей, о которых мы тогда упоминали, Рабан Мавр, написал на ту философский трактат о Вселенной. Здесь уже меньше попыток объективно объяснить окружающий мир, больше мистического толкования его сущностей. Второй человек, о котором мы в том же выпуске говорили, Иоанн Скотта Регена, идет еще дальше. Вот грандиозное влияние на все Средневековье оказало его перевод трактата о небесной иерархии. Регена перевел его с греческого, как вы помните, наверное. Ну а другая его философская, собственно, работа о природах наследует учению неоплатоников. Но его Регена привел в вид, который совместим с догматами христианской церкви. И считается, что именно Регена заложил фундамент схоластики того магистрального направления средневековой философии, о котором мы в основном будем говорить в этот раз. Отцом схоластики львов называют Ансельма Кентерберийского, который жил в 11 веке. Сам Ансельм родился в 1033 году в королевстве Арилат, через год после того, как там умер Рудольф III, последний король независимого Арилата. Судя по имени отца, Ансельм был по происхождению лангопартом. Но он не задержался на родине, он отправился с севернее, сначала в герцогство Бургундия, в королевство Франции, а потом перебрался еще с севернее в Нормандию. Собственно, вот при тех первых герцогах-королях Англии он там был. И когда Англия освободилось место архиепиского Кентерберийского, то Ансельма выбрали на этот пост, хотя это был уже самый конец его жизни, и он не особо охотно стремился к этой кафедре, но тем не менее. Основным методом рассуждения для Ансельма была диалектика, которая определяется как искусство аргументации посредством вопросов и ответов в ситуации диалога. И целью ее было осмысление веры, или же «fides querens intellectum», то есть вера, ищущая разумение. Легов пишет, что схоластику можно рассматривать как установление и обоснование согласия между Богом и человеком. Для придания этому какой-то вот такой прочной основы Ансельм выдвигает рациональные доказательства существования Бога, что впоследствии мы будем видеть и у других схоластов. Следование методологии Ансельма-Кентерберийского привело к также появлению схоластического метода преподавания. Он заключался в том, что сначала требовалось выстроить проблему и поставить вопрос. Далее шло обсуждение этого вопроса преподавателям и студентами, то есть дискуссия или же диспут. А в завершение преподаватель систематизировал выводы из дискуссии и давал решение проблемы. Когда я читал эти строки Легов, которые я процитировал выше, то поймал себя на мысли, что на самом-то деле этот метод преподавания сохранился и до сих пор. И вот когда я учился в конце 90-х, я видел то же самое на наших семинарах. Так что мы до сих пор наследуем методу обучения тысячелетней давности. Натурфилософские взгляды Ансельма-Кентерберийского. Это также неоплатонизм, который был сделан совместимым с христианской верой в поздней этичности, святым Августином и автором трактата о небесной иерархии. Вот этого автора условно называют псевдо-дионисий Ариапагид. Влияние Ансельма на средневековые умы было крайне велико. К числу его последователей относят Абеляра, Гиома из Конша, Жильбера из Пуатия. Хотя здесь следует оговориться, что и Абеляр, и Жильбер учились у Ансельма-Ланского. И возможно тут возникает путаница в его именах. Собственно, Пьер Абеляр был, наверное, самым видным схоластом начала 12 века. Он учился в Лане, вот уже упомянутого Ансельма, епископата самого Лана. Потом отправился в Париж, и в Париж у него возник роман с Элоизой, племянницей каноника Фульбера. У Абеляра и Элоиза родился сын, они вроде бы даже там поженились, но по какой-то причине Элоиза вернулась к дяде, отказалась от брака. А далее считается, что Фульбер нанял неких людей, которые ночью пробрались в комнату Абеляра и его кастрировали. Ну, вот, такой исторический анекдот, можно сказать. Элоизу заставили уйти в монастырь, она потом в письмах к Абеляру писала, что это против ее воли, она особо не горела желанием монашеской жизни. Но это все такая история, которая для нас не особо важна. Для нас более важно влияние, которое Абеляр оказал на философию средних веков. Абеляр указывает, что он был первым, кто начал заново открывать для Европы основной врок, полученный от Аристотеля. Первый ключ к мудрости – постоянная пытливость. Если ранее на философии была довольно догматичной, то с этого момента набирает силы убеждение, что полезно подвергать сомнению любую мысль. А тот, кто сомневается и склонен к поиску, обретает истину. Абеляр писал, «Каков бы ни был предмет спора, разумное доказательство имеет больший вес, чем ссылка на целый список авторитетов». Именно это стало основой для критического мышления, которое далее было подхвачено университетами, о чем я уже упоминал в прошлый раз. Теперь пару слов о том, как передавалось натуру философское знание в высоком средневековье. В прошлый раз я говорил, что книга стала в темные века доминирующим форматом передачи знания. И вот в отличие от типичных для античности свитков и возможность произвольного доступа к любому фрагменту текста, то, что отличает книгу, она привела к появлению двух новшеств. Во-первых, это сборники сентенций. А сентенции называли краткую статью, даже высказывание, например, из Библии или какого-то отца церкви, на ту или иную тему. Сочастую это было высказывание морального такого плана. И из них составляли сборники, которые далее использовались для подготовки студентам к обучающим дискуссиям. Епископ Парижа Петр Ломбардский в 1155-1157 годах написал книгу сентенций, которая в последующем была основным учебником на факультетах теологии. Практика цитаты ссылок на авторитетные источники сохранилась в научных текстах и по сей день. Во-вторых, это были глоссы и глоссарии. В средневековье книги имели довольно широкие поля, на которых ученые того времени писали заметки, в которых раскрывали смысл непонятного термина, расшифровывали то или иное слово, понятие, давали его смысл или трактовку. Как бы мы сказали сегодня, это комментарии к тексту. Вот такая практика комментариев, она очень сильно распространилась как раз в высоком средневековье. Комментарии называли глоссой. А глоссарии это сборник глосс, от них в общем-то пошли современные толковые словари. Поскольку книг было немного и по ним учились многие поколения людей, то эти комментарии они накапливались, были уже комментарии на комментарии. Комментарии превращались в своего рода тоже научную дискуссию между разными поколениями ученых. И это позволяло книгам, в первую очередь Библии, не оставаться каким-то таким монументальным священным текстом, а давать новые и новые поводы для ее обсуждения. В 12 веке появляется новый формат сглашения знаний, схоластическая сумма. Это синтез доктрин в области философии и права, в которых довольно детально разбираются различные вопросы, разделенные на более мелкие статьи. Заголовок статьи содержал обычно в себе две различные точки зрения. Далее проводились аргументы, цитаты, ссылки на авторитетные источники в пользу одной и другой точки зрения. Затем давалось решение автора суммы, в котором сочетались доктринальные и рациональные аргументы. И в конце приводилась сентенция, которая закрепляла ответ на вопрос. Суммы носили ярко выраженный дидактический характер, то есть они по сути и по структуре очень хорошо подходили для обучения студентов в университетах. В принципе книга сентенции Петра Ломбардского может считаться уже такой ранней суммой. Второй трактат, тоже вот ранний, который заложил основу для развития сумм, это «Да и нет» Абеляра. Наибольшее развитие жанр суммы получил в следующем 13 веке. Первая большая университетская сумма, согласно Лекову, была составлена английским францисканцем Александром из Гельсов в 1230-х годах. Более знаменитым мастером схоластической суммы стал немецкий доминиканец Альберт Великий. Он учился в университете Падую, потом стал магистром богословия в университете Парижа. И там у него учился Фома Квинский, о котором мы поговорим ниже. Затем Альберт Великий перебрался в Кёльн, получил, по-моему, даже епископскую кафедру в Регенсбурге. Он охотно расширял границы знания, обращался к трудам арабских мыслителей Альфа-Рби, Алиценны и Авроэса. И более важно то, что он возобновил интерес к Аристотелю, который в течение пяти столетий пребывал в тени неоплатоника. Альберт Великий включил работы Аристотеля в учебную программу. И Эликов пишет, что труды Альберта Великого еще ценны тем, что он искал равновесие между теологией и философией. В Маквинске, ну или правильнее говорить, конечно, тома, а его учение поэтому называют томизм, был наиболее видным ученым высокого средневековья. Он родился в Средней Италии, ну в ту пору в области, которая входила в состав Сицилийского королевства. Его отца звали Ландульф, поэтому можно сделать вывод, что Фома был по происхождению Лангобардом. Значит, он учился в университете Неаполя, в 19 лет вступил в орден доминиканцев, а в 1245 году перебрался в университет Парижа, где познакомился с Альбертом Великим и дальше учился у него там, в Кюни. Затем Фома стал сам профессором, преподавал в Париже, в Оруетто, в Риме, в Неаполе. Легов характеризует его следующим образом. Он слыл модным профессором, привлекал и вдохновлял студентов. Отважный мыслитель, он навлекал на себя враждебность многих коллег, некоторых влиятельных прилатов. Это типичные европейские интеллектуалы, объект пылкого восхищения и постоянных нападок. Неустанные просветители, постоянный возмутитель спокойствия в интеллектуальной и религиозной среде. Основные труды Фома Аквинского это сумма против язычников, написанная в Оруетто в 1259-1265 годах. В этой сумме Фома Аквинский выдвигает аргументы в пользу монотеистической религии. Однако затем также критикует иудаизм и мусульманское расповедание, доказывая превосходство христианской веры. Сумма состоит из четырех книг. В первых трех на основе рациональных аргументов затронуты вопросы истинной причинности, существования Бога, его свойств, акта творения и физической вселенной. Соотношение божественного вмешательства и человеческой воли. А в четвертой книге изложены основы никейской христианской доктрины. И она основана не на рациональных чувствах, а уже просто на вере. В Риме Фома Аквинский начал писать свой главный труд, сумму богословия или сумму теологии. Но он ее не успел закончить до своей смерти. В первой книге он касается вопросов существования и природы Бога, творения, ангелов, природы, человеков. Там же размещены его знаменитые пять доказательств существования Бога. Вторая книга посвящена этике. В ней есть две части. В первой приведены общие принципы морали и теория права, а во второй приведены практические аспекты применения морали и права. В неоконченной третьей книге Фома рассматривает личность и деятельность Иисуса, спасение и путь человека к Богу. Влияние Фома Аквинского на средневековую мысль и даже на философов нового времени исключительно велико. Хотя Аристотеля в Европе знали и раньше, а вот учитель Фомы Альберт Великий сделал немало для его популяризации в высоком средневековье. Но считается все же, что именно Фома Аквинский был тем, благодаря кому Аристотель сменил Платона на посту главного авторитета средневековых философов. И набиравшие силу университеты закрепили это. Легов также пишет, что по Фоме Аквинскому человек есть общественное и политическое животное, которое, чтобы проявить свою индивидуальность, пользуется главным божьим даром – языком. Умер Фома Аквинский в 1274 году и довольно быстро был канонизирован. Это произошло в 1323 году. Еще один видный ученый-схоласт – это англичанин Роджер Бекон, монарх-францисканец, который преподавал в Университете Оксфорда. Он был непримиримым критиком Альберта Великого, прохладно относился к Фоме Аквинскому, потому что считал, что в основе научного метода должны быть не умозрительные рассуждения, а эксперимент и математические вычисления. В своих работах «Каммуния математика» и «Каммуния натуралиум» Бекон рассматривает базовые вопросы математики и физики в современном смысле этого слова. А я напомню, что где-то за 100-200 лет до того под физикой понималась медицина. Главным сочинением Бекона является тройная сумма – опус магус, опус минус, опус тертиум. В ней он, в частности, пишет «Теории, выдвинутые на основе рассуждений, должны проверяться на наблюдаемых данных с помощью инструментов и подтверждаться заслуживающими доверия свидетельствами». Тем самым Бекон заложил основу современной научной методологии. Он выступал против схоластики в пользу естественных наук, математики, физики, химии. Предложил дополнить квадривиум оптикой и сам разработал теорию об увеличительных стеклах, преломлении лучей и перспективе. Легов говорит о Беконе, как у Леонардо да Винчи XIII века. Это был первый ученый нового типа, обозначивший предпосылки от перехода на ту философию в современную науку. Но этот переход произойдет гораздо позже, это где-то будет в XVI-XVII век. Конечно, для XIII века такие взгляды Бекона были новаторскими и воспринимались в штыки. Он мог жить и работать достаточно спокойно, даже публиковать свои труды, лишь благодаря тому, что его знакомым покровителем был папа Климент IV. После смерти этого папы Бекон какое-то время еще работал в Оксфорде, но в 1278 году он был обвинен в ереси и подвергся заточению, хотя в конце жизни, по всей видимости, был освобожден. Представителями поздней схоластики являются шотландец Иоанн Дунс Скотт и англичанин Уильям Аккан. Как и Бекон, они были францисканцами, Дунс Скотт был первым, кто отвергал доминирующую роль теологии над другими науками, а также решительно заявил о примате свободы воли над детерминизмом. Кстати, вот на примере Дунса Скотта и Аккама можно показать дискуссию реалистов и номиналистов. Классические схоласты верили в то, что существуют универсалии. Это такие вот универсальные категории или общие понятия. И вот эти универсалии, как они считали, существуют сами по себе, вне человеческого сознания. Ну, кстати говоря, это вот точка зрения, а реализм, она восходит еще к Платону, вспомним его, вот эту знаменитую пещеру, к Аристотелю, затем через Оригену и Ансельма Кентберийского, ее наследуют Альберт Великий и Фомаквитский. Номиналисты же, напротив, отрицают реальное существование универсалий и считают их чисто умозрительными абстракциями. Аккам, не сторонник номинализма, утверждал, что реально существует лишь индивидуальное. Из этого следовало, что мы не можем познавать мир, постулировав некоторые общие идеи, а затем делая выводы отчастно. Напротив, следует изучать лишь конкретные вещи и явления. Вот знаменитая идея бритвы Аккама, не плодить сущности сверх необходимости, является лишь методом познания, который предлагает не постулировать что-то чисто ради умозрительных заключений. Отсюда, кстати говоря, прежде чем идти дальше, хочу сказать еще пару слов о человеке, который нетипичен для средневековья. Он не был натурфилософом, он был, в нашем понимании, реальным ученым, математиком. Это Леонардо Пизанский, также известный как Фибоначчи. Он жил в Пизе в конце 11-го и первой половине 12-го века. Именно ему мы обязаны тем, что используем позиционную систему счисления. Леонардо по торговым делам часто бывал на Севере Африке, в Алшире, который тогда был под арабским влиянием. И там он познакомился с арабскими, ну а правильнее сказать, индийскими цифрами. Затем он написал знаменитую книгу Аббака. В которой показал преимущества позиционной системы счисления. И дал пример ее применения для решения практических задач. Эта книга заинтересовала императора Фридриха II, который, к слову, устраивал математические турниры. И вот Фридрих II стал покровителем Фибоначчи. И далее Леонардо сделал важный вклад в развитие алгебры и геометрии. Впервые в Европе он ввел отрицательные числа. Он сформулировал свойства арифметических и геометрических прогрессий. Решение некоторых квадратных и даже кубических уравнений он нашел. Нашел приближенное значение числа Пи. Доказал теорему о том, что три медиана треугольника пересекаются в одной точке. Кстати говоря, этот факт был известен еще в античности, но доказательства тогда не было предложено. Подводя итог этому выпуску, я хочу сформулировать одну собственную гипотезу об отличии средневековой науки от античной и от науки нового времени. Вот это отличие я называю эмпиричность. Вот может показаться, что как-то я нелогичен, потому что как бы схоластика знаменита тем, что она такая вот умозрительная, такая как бы абстрактная. Но я поясню свою мысль детальнее. Смотрите, в античности и в новом времени наука была теоретической. Философы и ученые делали ряд положений, утверждений, в которых стремились определить какие-то универсальные законы природы, сформулировать такую целостную картину мира. И разница была лишь в том, что в античности это была чисто умозрительная вещь. Вот как Платон формулировал свою идею о пещере, о таких истинных понятиях, которые существуют сами по себе. И затем из этого выводил множество вещей, которые относились к реальной практической жизни, уже как бы из общего к частному. А в новое время, наоборот, шли от наблюдаемых фактов к их теоретическому обобщению и дальше верификации с помощью эксперимента. И вы уже знаете, почему разница такая произошла. Это методологическая революция, которую мы наблюдали в Средневековье и в первую очередь в работах Бекона. А вот в Средние века мы как раз теоретических работ и не встречаем практически. Почему? Дело в том, что ученые этого времени, они жили уже в среде, в которой картина Миллера была сформирована. Сформирована церковью и принята на уровне догм. И лезть туда было ненужно и даже опасно. Поэтому ученые средних веков занимались тем, что было безопасно и дозволено методологией, логикой, этикой. Когда у вас есть уже целостная картина мира, ну что, вы ее не будете переформулировать. Вы можете только применять ее для ответов на какие-то конкретные вопросы. Чем, собственно, и занималась схоластика? Она шла от конкретных вопросов и ответов, даваемых из уже сформулированной картины мира. Вот это практическое применение знания к решению конкретных проблем и есть, с моей точки зрения, ключевой особенностью науки в средние века. И вот то, что я называю, ну, таким вот средневековым эмпиризмом. Роль средних веков в науке вообще трояка. Ну, во-первых, это упомянутый выше схоластический метод в обучении. Постановка вопроса, диспут, использование рациональных аргументов, ссылок на авторитетные источники и затем логический вывод. Во-вторых, это метод научного познания, который заключается в сомнении, споре, критическом осмыслении. Сюда можно добавить традицию комментариев, лосс, глоссариев. И в средние века, кстати говоря, впервые стали так планомерно издавать энциклопедии. И в-третьих, начиная с работ Бекона, Дунса Скотта, далее Уакама, мы видим зарождение методологии научных исследований нового типа, которые начинаются с наблюдаемых фактов, с измерений. Далее идут теоретические обобщения и затем сформулированные утверждения подвергаются проверке в ходе эксперимента. Следующий выпуск, который я сделал уже в новом году, планирую посвятить Церкви в Высоком Средневековье. А в завершение этого видео я хочу поздравить вас с наступающим 2020 годом, пожелать счастья, здоровья и всяческих успехов. И до встречи в новом году. До свидания.